Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и вчера вечером ко мне пришла моя подруга. В один момент нам вставало скучно, и я предложил сыграть в спокойную и весёлую игру Undertale. Она согласилась, только для начала нам нужно было её скачать. Я открыл первую вкладку, и с туда скачал Undertale. Там было где-то около 50 тысяч скачиваний. Когда она доскачалась, на рабочем столе была странная иконка сердца. Она была чёрная, а середина была пробита, и было видно опечатки крови. Хотя я ещё года три назад играл в Undertale, я помню, что сердце должно было быть красным. И называлась эта игра очень странно, RIP Undertale. Я со своей подругой был очень удивлён, но всё же мы решили с туда зайти и поиграть. Хотя по глазам подруги я видел очень большой страх. Сразу же нас кинуло для того, чтобы выбрать имя. Было трудно рассмотреть, но там уже была имя. Оно было Люцифер. И смотреть или же что-то дописать не получалось. Всё было красно, и очень было плохо видно. После того, как я согласился с Сименем, был показан ребёнок, за которым мы должны были управлять. По сюжету я подошёл к подсолнуху, и он сказал... Привет, умственно отсталый! Если ты попал в эту игру, то ты уже несчастлив. И останешься здесь навсегда. Поверь, я позабочусь о том, чтобы ты быстрее умер. Умри, идиот! После чего его сразу же убили. И пришла Ариэль. Она сказала, что мою смерть не миновать. Я ничего не понимал, но мне было жутко за этим всем наблюдать. После чего она сказала, чтобы я шёл за ней. В этот момент я посмотрел на свою подругу. На её глаза. На них уже было видно слёзы от страха. Я не понимал, что с ней. Почему она уже так быстро забоялась. Но эта игра на неё как-то очень сильно плохо действовала. Ариэль вела меня в какой-то круг. И всё зависло. На экране появилась пентаграмма. А на фоне был голос. Ты сдохнешь или нет? В этот момент у меня в реальной жизни в коридоре что-то упало. После чего случился скачок. И игра продолжилась. Но всё очень сильно тряслось. Я продолжал идти за Ариэль. Она привела меня в какую-то странную комнату. Там был манекен. Я помню эту миссию. Но вдруг опять скачок в кадрах. И игра уже была в 3D. Всё было очень похоже, как в реальной жизни. На заднем фоне шла кровь. А бесполый ребёнок, которым я управлял, очень сильно кричал от боли. Всё вернулось обратно. Я стоял около какого-то странного дерева. На нём не было ни листочка. Ко мне подошла Ариэль. Она спросила, как я смог сюда добраться, если я уже должен был быть мёртвым. После была минута молчания. И Ариэль проткнула меня ножом. И этот ужасный крик. После чего игра просто выключилась. А значок на рабочем столе превратился в нормальный. В этот момент моя подруга спросила, так мы будем играть или нет? Как оказалось, она не помнила того, что было только что. Она словно не видела этой игры. Как будто я сам видел эту игру и играл. И к чему были их слова? Твоя смерть близка. Напиши, что ты думаешь об этом в комментариях. И что это вообще было за мистика? Я не понимал. Напиши мне в директ в инстаграме. И я отправлю тебе ссылку, где можно скачать эту игру. На этом всё, бро. С тобой был Сергеонис. Поставил лайк тебе тут всего-то 2 секунды. А мне очень приятно. И если мы на этом видео наберём 5000 лайков, то я найду ещё такие игры. Или же они сами меня найдут. Кто знает. А также, бро, смотри прошлые видео, где мне прислали адский ноутбук. Как будто этот ноутбук был из самого ада. Я советую тебе это видео посмотреть. Конечно, если ты не боишься. Но если боишься, тогда лучше не смотри. Это реально выглядит, как домашнее видео. Кто-то просто снимал с телефона. Но то, что здесь происходит, это очень странно. Вроде бы Слендер Мэн уже не существует. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ведь там выходят очень страшные фотографии. И, кстати, очень крутые. Но по большой части они очень страшные. Поэтому подписывайся, если не боишься. А также пиши мне в директ. И я отвечу именно тебе. Да-да, бро, именно тебе. Подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем банду. Ведь перейдёт время, и супрем банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А также рассказывай об этом видео своим друзьям. Чтобы они подписались на мой канал, и вступили в такую крутую банду. И так как-то не круто. Ты в такой крутой банде, а твоих друзей нет. Поэтому подписывайся на канал, чтобы быть в такой крутой банде. Супрем банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. И я не задолбуюсь эту повторять. На этом всё, бро. Оставайся таким же шикарным. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok